МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Народный чемпион вернулся на родину. Сотни земляков встретили в аэропорту бойца UFC Магомеда Амкалаева. Об этом в спортивном блоге новостей. Шел на свидание, но попал в больницу. В Махачкале 50-летний житель Буйнакска поехал на встречу с девушкой, с которой познакомился в интернете. Оказалось, на точке рандеву его поджидала вовсе не дама, а четверо вымогателей. Как только мужчина подъехал к месту встречи, молодые люди начали разбивать его автомобиль. Он успел позвонить в полицию, в результате чего подоспевший наряд ППС задержал злоумышленников. Молодые люди признались, что создали фейковый профиль в социальной сети, и поняв, что клиент созрел, решили встретиться с ним и потребовать деньги. В одноклассниках написали человеку, написали, что человек написал нам на женский профиль. У вас был женский профиль? У моего брата был женский профиль. Он написал на женский профиль, мы сидели у брата дома, четвером. И мы решили вот так деньги забрать у него. Он приехал, мы когда побили, деньги есть, нету, и все. С машиной что сделали? Машину разбили. Трагическое ДТП, произошедшее накануне в Ногайском районе, унесло жизни четверых человек, один из которых пятилетний ребенок. 60-летний водитель автомашины Hyundai въехал в стоящий грузовой автомобиль. От полученных травм он и трое его пассажиров скончались на месте. История с семьей Царетиловых вновь получила широкий резонанс. Трое детей заперлись в квартире в Калининграде и угрожали выброситься с четвертого этажа. Причина якобы жестокое обращение матери к ним. Спасти детей и урегулировать конфликтную ситуацию удалось благодаря вмешательству местного имама. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Широкую огласку ситуация получила еще в 2020 году, когда отец и мать, будучи в разводе, пытались забрать детей. Первоначальным решением суда детей оставили с отцом. Но затем, после вмешательства общественников, СМИ и даже первых лиц республиканской власти, суд вернул детей матери. Это было тяжело, но, в общем, решение вынесли в нашу пользу. Я очень счастлива на самом деле, потому что борьба, которая длилась больше года, она сейчас закончена. То есть есть решение, по которому уже можно работать, по которому уже можно собирать детей. Теперь же, спустя год, стало известно, что жить с мамой девочка и двое мальчиков не хотят. Дело дошло до того, что они закрылись в своей квартире в Калининграде и угрожали выброситься с четвертого этажа. Дети также записали видеообращение, в котором подробно рассказывают об условиях проживания с матерью. Ситуация получила резонанс во многих центральных СМИ. Мы заперлись от мамы в квартире. Почему заперлись? Потому что нас никто не слышит. Мы вызываем ПДН, им все равно на нас. Кононова Светлана приходила, и мы ей сказали, что мама называла нас свиньями и куском ***, который высрала. Она сказала, что правильно, что назвала вас так. Мы хотим жить в Дагестане со всей нашей полноценной семьей, а не здесь, а не без никого, с мамиными подругами, алкашами-подругами, которые приносят всякие плохие леденцы. Мать приносила, сувала моей сестре, рот леденец с *** и смеялась после этого. Мы голодные остаемся, нас не кормят маму нормально, она за нами не ухаживает, ей все равно на нас. Спустя три часа дети все же открыли дверь, благодаря вмешательству местного имама Абдулы Гаджиева. Они заявили желание вернуться обратно в Дагестан и жить со своим дедушкой и бабушкой. Эти дети уже живы и здоровы, их жизни ничего не угрожает. Они с нами вместе здесь в прокуратуре. Этот дедушка со мной находится рядом, бабушка, как вы поняли, снимает это видео. В первую очередь, честно говоря, искренне хочу воздать хвалу священному Аллаху, что получилось вызвать этих детей живыми и здоровыми, что с ними ничего не случилось. Это реально, на самом деле, искренне говорю, потому что когда увидел этих детей, когда разговаривал с ними, они на самом деле были настроены сделать этот суицид, вот этот необдуманный поступок, да, в Аллаху священному не получилось у них это сделать. Долгое время, с утра, как мне сказали, следственный комитет, прокуратура, там разные органы были задействованы, чтобы вызвали этих детей, но они там никому дверь не открывали и закрылись, и выдвигали ультиматум, чтобы мать дала там списку, которая позволяет дедушке и бабушке их вывезти на территорию Республики Дагестан. Дети сейчас находятся на нейтральной территории в детском реабилитационном центре «Наш дом» в городе Зеленоградске. Они обеспечены питанием и всем необходимым. Дальнейшая их судьба будет решаться в судебных органах. Карим Гамаев, Мурат Бикбарзов, новости ННД Махачкава. Молодежь за здоровый образ жизни. Круглый столб, посвященный проблемам наркозависимости, прошел накануне в ДГУ. Организатором мероприятия выступил Муфтият Республики. На одной площадке собрались эксперты и специалисты, имеющие большой опыт работы по противодействию наркомании. Первичная профилактика, знаете, что такое? Когда человек еще не попробовал. И Хасайбат Вамина, когда вам сказал про два ключа, это правильно. То есть выбор за вами, ребята, куда пойти. Ну, запомните, назад дороги нет. Знаете, у меня был такой пример, когда парню, мы тебя выкинули стакан, на пьем, он говорит, я не пью. Что, не мужик, что ли, выпей, говорит? И он второй раз, опять, понимаете, человек выпивший, он начинает, он давит на него, понимаете, давит. Он один момент останется, говорит, слушай, что ты меня убалтываешь, ты во мне кого увидел. Ну, это называется, в конфликтологии теме называется статегия поведения. Это статегия сил. Нужно было здесь воспользоваться этой статегией. То есть, если на вас давят, значит, воспользоваться статегией силой. Надо вот так вот отказать, жестко обрубив. Не пытаться увильнуть от этого, вам не дадут увильнуть. Но если вы рубанец, то есть человек, заинтересован вовлечь вас в наркоманию, он от вас отойдет. Потому что у вас произойдет с ним конфликт, другие за ним не пойдут. С наркоманией можно бороться только в тесном взаимодействии всех заинтересованных структур. К такому выводу пришли участники круглого стола. С ними согласились и студенты, которым было предложено сразу же после заседания пройти короткий тест на наркотики. Специалисты уверены, соблазну попробовать подвержены многие. Но корни проблемы идут из семьи. То есть, в группу риска может попасть совершенно любой человек, неважно, какое у него материальное положение. То есть, все зависит от круга общения, зависит от того, с кем они общаются, зависит также многое от семьи. То есть, я всегда говорю, все закладывается именно в семье. Если в семье есть отношения недоверчивые с родителями, если есть какая-то скрытность, то уже, конечно, ребенок не хочет разговаривать со своим родителем и ищет себе подобных, так скажем, совсем другом. Поэтому надо начинать именно с семьи. Любая серьезная проблема, начиная от наркомании, заканчивая какой-нибудь паническими атаками, это всегда отсутствие четкого понимания смысла своей жизни. Кстати говоря, чем вера и занимается, религия. Духовное наследие Мухаммада Яракского, вклад выдающегося ученого в сохранение духовно-нравственных ценностей и многое другое из жизни духовного наставника имамов Дагестана обсудили на ежегодной конференции, которая прошла в Магарамкенском районе. Участие в ней приняли представители местной власти, научных и общественных организаций республики и гости из других районов и городов. Организатором мероприятия традиционно выступил муфтият Дагестана совместно с местной администрацией. В первую очередь хотелось бы всех вас поприветствовать, наилучшим мусульманским приветствием от нашего муфти Ахмад Хаджи Афанди. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саляма говорил, «Инна ль улема варафату ль анбия» Поистине ученые – наследники пророков. В наследство они получают не деньги, не динары, не диргамы, а знания. И поэтому хотелось бы пожелать, что вот те знания, то наследство, которое мы получили от наших великих ученых, в частности от Мухаммада Иракского, кудесесиру, чтобы это все мы сохранили и дальше передавали нашим потомкам. Народный чемпион вернулся домой. Сотни земляков встречали в аэропорту бойца UFC Магомеда Анкалаева. На минувших выходных в Лас-Вегасе дагестанец провел бой за чемпионский титул. Итог поединка – ничья. О том, что или кто помешал нашему бойцу завоевать пояс, узнавал Курбан Рагимов. Он пообщался с бойцом и его тренером. Он прилетел домой без пояса, но здесь его считают народным чемпионом. Три часа ночи, несмотря на такое позднее время, в аэропорту собралась внушительная группа поддержки Магомеда Анкалаева. Это самые верные болельщики. Каждый хочет лично пожать руку спортсмену. Конечно, я очень рад, что люди поддерживали. Видно, что переживали за меня. Но мы сделали максимум то, что могли. И бой получился таким, но не слишком ярким. Но мы добили свою победу. В сути, решили мне ее не отдать и сделали ничего. Наоборот, это меня еще разбудило. У меня стало больше желания доказывать лучше. И я думаю, мы в скором времени заберем этот пояс. Подготовка к бою против польского полутяжа Яна Блоховича выдалась скомканной. Анкалаев травмировал плечо и поединок за три недели был под угрозой срыва. Но в команде решили, титульный шанс упускать нельзя. Тренер Сухраб Магомедов уверен, в тот вечер в Лас-Вегасе дагестанский микс-файтер был сильнее своего соперника. Ну, пятираундовый бой всегда так чуть сложно начинается, потому что человек, боец, чуть экономит силы их на пять раундов. В принципе, Магомед все сделал для того, чтобы ему подняли руку, ему отдали победу. В этом бою были свои моменты, свои травмы. Подготовка тоже не так хорошо прошла, но все равно Магомед был бы намного лучше, чем Блохович во всех аспектах. Просто, мне кажется, надо немного уверенности, что ли. Решение судей удивило не только уголы болельщика Ван Калаева. Странный результат поединка вызвал немало споров среди экспертов и любителей ММА. Скромный и спокойный в жизни боец, скорее, не вписался в шоу-программу боссов UFC. Друзья и родственники не сомневаются. Пояс чемпиона – дело времени. Смотрели дома с родственниками, с друзьями. Ну, конечно, как и все переживали. Ну, итог, который получили, мы все увидели. Ну, я уверен, что он покажет себя лучше в следующих боях. И мы в итоге этот пояс, иншалла, получим. Третий номер рейтинга UFC заслужил торжественную встречу. Поддержать Ам Калаева приехали несколько сотен человек. Здесь земляки из Шамильского района, одноклубники и другие представители спортивной общественности. С теплыми словами к бойцу и его тренеру обратился министр спорта Сажит Сажидов. Такие моменты для спортсмена, они очень бывают тяжелые. Но вот с таким окружением болельщиков, родственников и друзей, я знаю, ты это пройдешь завтра же. Переодолеешь тот психологический фактор того, что случилось, что было. Поэтому ради этих людей стоит проливать пот, стоит проливать, я не знаю, отдавать силы и энергии для того, чтобы мы были радостны. Поэтому и всем юным здесь спортсменам, и так говорится, что ни в коем случае не останавливайтесь, только берет. Магомед, мы верим, что этот поезд будет в республике Дагестан. И ты его привезешь. Спасибо тебе. К титульному поединку Магмед Анкалаев подходил с победной серией из девяти боев. Пять из них он завершил досрочно. Сразу после крайнего решения 30-летний микс-файтер из Дагестана затаил обиду на UFC. Но сейчас он уверен, у него еще будет возможность подраться за титул. После небольшого отдыха Анкалаев начнет новую охоту за поясом. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости на сегодня. Всего доброго. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин